Наша секция B. И мы сейчас будем туда идти. И тоже, как видите, эта B, она практически в самом конце. В этот раз B, хотя бы поближе. В прошлый раз я летела, а вообще была R. И эта R вообще еще дальше, секция. Вот, поэтому если у нас нету тележки, то вы будете сильно-сильно мучаться. То есть я вам всем советую. Потом, когда зарегистрация прилетит, снова вот таможню будет проходить на посадку. Когда мы будем знать, какое у нас ворота, где вот такой гейт у нас. Одна уже снова высыпала через таможню и будет проходить. Или с другой стороны, ну нет, ну с другой стороны таможня. Вот в той, в той сторону. Но это вот вроде заходят сюда из города через security проходят. Вот и тут-то тоже, видишь, у меня с чемоданами, ну с тележкой, без тележек. Вот все люди практически с тележками. Если ты без тележек, будете вот так вот, как вот эти девушки тянуться. Вот, хорошо, если у вас два чемодана, а если у вас три, как у меня, еще рюкзак, то я вас уверяю, вы ни за что. Вот так вот не проскочите, как этот вот мужчина с такими чемоданами. То есть еще у него бэкфак, а у меня еще маленький, ручная кладь, третья. И то они как бы, ну, мучаются. То есть умные люди все с тележками. Вообще, турки прямо профессионально запакованы. Вот. И так что здесь расстояние очень большие, поэтому я вам советую, не пожалеете, потратите этот один евро. И купите себе, вот, возьмите себе тележку. Без тележки, как без рук. Вот. У нас в США, конечно, тележки бесплатно. Взял и поехал. Кстати, прикол, я на этой тележке забыла свою подушку, вот эту, которая для шеи. Ну, уже вторая подушка. Я и забываю, как симочки покупаю. Я покупаю дешево, там, Маршаль, если они там 11 долларов стоят на аэропорту, то, если вы забудете подушку, такая подушка стоит уже 60 долларов. Поэтому я вам советую везти из Америки. Берите дешевые подушки и только не забывайте. В общем, я забыла в тележке эту подушку. Уже второй раз забыла. Это просто ужас какой-то. Ну и все, в аэропорту я езжу за 60 долларов, естественно, не покупала. Но я сидела возле иллюминатора, выплачивала за место, чтобы у меня было больше места для ног. И выбирала место себе, чтобы возле иллюминатора. В принципе, спала хорошо. Вообще, эта поездка прошла гораздо лучше, чем прошлая. В прошлый раз я об этом не думала. Я не знала, что очень маленькие места и очень мало места между сидениями на турецких велениях. Ноги вообще некуда двинуть там. Вот. И я очень сильно мучилась. Еще сидела, ну не выбирала сидения, не доплачивала. Попала на средний ряд. Или уже просто оставалась. И по-моему, то, что оставалось уже средние ряды. И между нами сидела, между мной и парнем белым сидела какая-то черная негритовская. Она пыталась спать. То на нем, то ли не, то было какое-то мучение. Ноги было невозможно вытащить. В этот раз я доплатила, вот я говорю, то ли 180, то ли 190 долларов, не помню. Но можно выбрать хорошее место. Возле окна. Потому что на него можно положить подушку и удобно спать. И, соответственно, возле этого emergency exit я сидела. И очень удобно было вытянуть ноги. Вот. И отдохнуть. Поэтому всем, всем рекомендую настоятельно. Ну, все. Вот это стойка пи. Сейчас буду ходить искать. Но я думаю, что еще и рано пришла. Наверное, прежде где-то посидеть. А вряд ли что уже будут регистрировать на Сочи сейчас прямо. Потому что, по-моему, часа два с половиной еще до вылета. Они так рано не откроют стойку регистративную. Я думаю, он тоже стоит до сюда. Буду сейчас искать. В общем, все. Кто здесь не был, я думаю, я вам дала какие-то неплохие инструкции. Как тут не потеряться. Потому что первый раз я ехала. У меня вообще я все не так сделала. Не взяла визу. Не купила. Пошла через таможню проходить. Меня завернули. Пришлось вернуться. Купить визу. Снова стать. А там уже очередь к этому времени выросла. Пришлось стоять на еще гораздо больше очереди. Пока я пришла забирать сумки, уже все. Уже сумки все, в принципе, сняли с карусели. Не пришлось искать сумки мои. И когда я прибежала в итоге на рейс в аэрофлот, у меня оставалось наверное минут 10 чисто в туалет сходить. То есть я не успела ни помыться, ни переодеться, ничего. А сейчас у меня было достаточно времени. Уже спокойно. Уже зная аэропорт. Зная, что нужно брать визу. Это сохранит вам кучу времени. Кучу времени. И можно успеть и покушать, и переодеться. И спокойно как бы дойти до места. Все. Всем пока. До связи.